Здравствуйте! С вами программа «Новый день» и я Вероника Павлова. Сегодня вторник, 31 июля. Ровно месяц остается до окончания лета. Но не стоит расстраиваться, а лучше используйте теплые деньки по максимуму. Например, попробуйте обуздать волну и встать на доску. Для этого даже ездить никуда не нужно. Заинтриговали? Тогда смотрите сюжет. Это вовсе не серфинг для ленивых, а самый настоящий спорт, в который с каждым годом влюбляется все больше людей. Новомодное водное увлечение получило название сапсерфинг, что означает «стоя на доске с веслом». Такой вид сёрфинга полюбился тем, кто желает не спеша расслабленно изучать окрестности рек и водоемов. На Гавайях когда придумали сапсерфинг? Когда не было волн. Им хотелось чем-то себя занять, сёрфером. И они придумали, почему бы нам с веслом не посёрфить. В Щебоксарах сапсерфинг появился относительно недавно. Любители этого вида спорта второй год подряд собираются на левобережном пляже. Там есть оборудованная станция. Этим летом рассекать водную гладь можно и на правой стороне Волги. Основное преимущество сапсерфинга – доступность. Чтобы заниматься им, достаточно иметь доску, весло и огромное желание. «Мы ориентируемся на ручку, потому что если мы сядем слишком вперёд, у нас нос затопить нам будет очень неудобно. Здесь у нас мы смотрим, чтобы вот такая ложечка у нас была всегда впереди, как будто ложками черпаем воду. И всё очень просто. Вдоль всего борта, от начала к концу мы гребём, аккуратно вытаскиваем весло, загребаем вправо, поворачиваем налево, меняем ручки, гребём, с левой стороны поворачиваем вправо». Заниматься серфингом с веслом можно в любом возрасте. Даже дети, которым исполнилось 12 лет, могут самостоятельно выходить на Волгу в сопровождении инструктора. «Если есть, например, друзья, можно поиграть, так сказать, мини-игры. Прыжки в воду, тараны, захватца, погладиаторские бои. Если вы упали в воду, можете не бояться. Доске не даст вы те страховочные лишь, а на мне спасательный жилет». Когда находишься на доске посреди водного пространства, по-настоящему ощущаешь единство с окружающим миром. Хочется глубоко дышать и медитировать. И это вполне реально. Различные асаны-йоги некоторые люди выполняют прямо на доске. «Самое умиротворение – это рассвет. Рассвет у нас сейчас становится популярным, но не так, как закат, потому что это все-таки в 2 часа ночи надо приходить, 3 часа рассвет. Это очень романтично, это очень спокойно, это очень красиво и умиротворяюще. Такая медитация, самое лучшее – это, конечно, рассвет. Потом, когда это волна, это такой драйв, это уже такая борьба со стихией, это уже даже сложно бывает уставить на ногах, приходится там сесть на колени, стать так и грести там изо всех сил. Вот. Это уже совсем другие ощущения. Это как будто вообще два разных вида спорта. Хотя это все одно и то же, это все нам дает собор. Ангелы из 10 стран мира приехали в столицу Чуашии. В центре современного искусства открылась необычная выставка. Этот арт-проект соединил множество удивительных жизней. За каждой картиной стоит своя непридуманная история. Занятия искусством помогли художника победить болезни, поверить в себя и найти выход из тяжелых ситуаций. А теперь время подарков, билеты в эпазону Amazon Land получит тот, кто правильно ответит на наш вопрос. Назовите имя человека, кто первым рассказал всему миру о серфинге. На этом у меня все. Ну а завтра-завтра будет новый день.